Пробежка – это лучшее средство против табакокурения и алкоголизма, а также отличная пропаганда здорового образа жизни. Так считает большинство из тех, для кого бег по утрам стал ежедневным занятием. Тему продолжит Константин Денисов. Подержать себя в форме, улучшить свое физическое состояние, найти новых друзей и отвлечься от ежедневной суеты – все это можно сделать вместе с участниками сообщества из Ташкентранерс. Занятия проходят на открытом воздухе на территории парка в центре столицы. Все начинается с разминки, продолжается комплексом упражнений, затем непосредственно пробежка. Идея создания спортивной группы пришла относительно недавно Мирхану Сагитову. Этому человеку удалось добиться не только больших результатов в беге, но и приобщить к этому занятию многих жителей Ташкента. Я пять лет жил в России, и там было большое беговое движение, я в нем участвовал. Вернувшись в Узбекистан, я этого не увидел, и мне захотелось также, чтобы были друзья, с кем можно было пробежаться вместе. Я дал клич в Фейсбуке, предложил ребятам выйти на пробежку. Первый день никто не пришел. Следующее воскресенье уже пришло трое-четверо человек. И так сформировалось большое сообщество, мы начали бегать и понял, что это нужно как-то объединить, каким-то названием, и появилось так сообщество Ташкентранерс. За спиной нашего героя не один международный марафон. Москва, Казань, Сочи, Санкт-Петербург, Алматы. И это не предел. Как говорит Мирхан, человек должен быть готов к тому, что придется тренироваться независимо от погоды и настроения. И даже плохое самочувствие не оправдание для пропущенной тренировки. Но результат того стоит. В данный момент члены сообщества ставят перед собой задачу подготовиться к предстоящим соревнованиям в Шымкенте, которые пройдут в октябре. Мы сейчас всей нашей командой готовимся к полумарафону в Шымкенте. Хотим там показать наше беговое сообщество нашего города, принять участие, посмотреть, как это в Шымкенте происходит, как это в Казахстане. В сообществе обычные любители здорового образа жизни, бегуны разных возрастных категорий, уровня подготовки и социального статуса. Занятия проводятся бесплатно. Все, что необходимо иметь, спортивную форму и хорошее настроение. Я считаю, что вот когда врачи говорят, что бегать нельзя или еще что-то, мне кажется, они немножко ошибаются. Если человек ходит, значит он может бегать. То есть это надо все начинать постепенно. И сразу появляются в организме какие-то такие изменения, что хочется бегать. Это вот как-то воодушевляет, чувствует бодрость. Я увидела у подруги на фотографиях, что она бегает в беговом сообществе «Ташкент Раннерс». Попросила ее меня позвать тоже. Было интересно, что да как. Пришла посмотреть. Мне понравилась сама группа, организация, марафоны. Понравилось бегать. Спортом занималась, но бегать не очень любила. А как всегда пришла, познакомилась со всеми. И все понравилось. Теперь каждый раз мы бегаем, собираемся, участвуем на марафонах. Помимо утренней или вечерней пробежки в парке, практикуется бег в разных его проявлениях. К примеру, скайранинг, бег по горной местности. Данное мероприятие объединяет многих любителей спорта. Это еще одна возможность проверить себя на прочность. Сообществе всегда рада всем желающим. Тем, кто хочет провести время активно и с пользой. Здесь старит дружеская атмосфера. Это скорее общность позитивных людей, которым важно развитие и движение вперед. Для них бег – это не просто активность после тяжелых трудовых будней. Это своего рода медитация, потребность выйти из зоны комфорта, чтобы сделать себя сильнее, развить выдержку и силу воли. Каждый год все больше и больше людей присоединяются к беговому движению. Этот динамичный и доступный вид спорта вдохновляет тысячи людей на новые цели и в корне меняет их жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok